Продолжение следует... Продолжение следует... Он просто щекочет нервы. Он бьет по ним чугунным молотом. И с каждым ударом все сильнее и сильнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы представляем вам самые опасные измерения виртуальной вселенной. Мы расскажем о том, какие ловушки подстерегают человека, который вышел на тропу войны с топором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы поймете, видеоигры – это не игрушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В эфире программа «Страшно интересная десятка» самых таинственных и зловещих мест виртуального мира. Держитесь крепче. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы проведем вас по десяти самым мистическим и таинственным местам виртуальных миров. Вы насладитесь пугающими видами, полюбуетесь на непредвещающее ничего хорошего пейзажи, окунетесь в замогильную атмосферу и, вероятно, даже почуете запах самой смерти. Самые мрачные и неприветливые, но такие манящие края виртуальной вселенной. Хит-параде загадочных мест по ту сторону экрана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обливиум. Ужасный мир огненного хаоса, двери которого закрыты для смертных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вотчина Мехрунесса Дагона, принца разрушения. Охраняется существами, порожденными хаосом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расправиться с ними невозможно, ведь они бессмертны и всегда возрождаются в хаосе, продолжая заполнять безжизненные просторы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выжженная равнина под далами небесами, потоки раскаленной лавы, редкие кустики чахлой растительности, диковинные руины из камня и металла. Вот он, типичный ландшафт этого кошмарного мира. То и дело, полчища Дейдер, через межпространственные порталы, ворота Обливиума, выбираются из своего логова на земле Сиродила, чтобы чинить разрушения. На десятом месте, в хит-параде самых загадочных мест виртуального мира Обливиум из «The Elder Scrolls». В холодной и неуютной вселенной, помимо рождающихся планет и гаснущих звезд, существовали и рукотворные миры. Ими были загадочные планеты-кольца Гало, или Ореолы. Ореолы и сами являлись практически полноценными планетами со своими ландшафтами, равнинами, водоемами и реками. А вот недра их представляли собой мощнейшее оружие. Их энергетические центры обладали чудовищной силой. Ореолы были убежищем и оружием одновременно. Если активизировать их, они были способны уничтожить все разумное в галактике. Это и привлекло агрессивную конфедерацию Конвенант. Мерзкое сообщество вознамерилось активизировать Гало, чтобы истребить людей. В неравный бой с врагами вступил суперсолдат Мастер Чиф, спартанец будущего. Вместе с бойцами Космического командования Объединенных Наций он уничтожил главный Ореол и избавил галактику от неминуемой гибели. Но ненадолго. Спустя время ему снова предстояло сразиться на живописных просторах других колец с армадами пришельцев и отвратительной космической заразой. Война длилась всего семь часов. Земля потерпела в ней сокрушительное поражение. Беспощадная инопланетная империя, называющая себя Альянсом, захватила нашу планету и телепортировала в города гигантские небоскребы Цитадель. Самой крупной башней стала Цитадель в Сити-17, города, который стал столицей поверженного мира. Исполинское строение питалось от мощнейшего реактора темной энергии, спрятанного в недрах подвала. Только благодаря героизму ученого Гордона Фримона удалось уничтожить эту могучую крепость и дать людям надежду на спасение. Взрыв реактора Цитадели полностью разрушил ее саму и стер с лица земли Сити-17. А плод инопланетной власти из Халфлайф-2 занимает восьмое место нашего хит-парада самых загадочных мест виртуального мира. Сделаем небольшую паузу, чтобы перевести дух. После рекламы вы узнаете о том, что зло всегда бродит неподалеку, а значит, жди беды. Вам также станет известно, что в некоторых городах свою несчастную жизнь мы пишем собственной рукой. СОБСТВЕННАЯ РУКОЙ Путешествуя по всем четырем странам света, вы не найдете более притягивающих мест, чем виртуальной. Эти районы полны тайн и опасностей. Их нельзя не заметить. В них невозможно оставаться просто наблюдателем. Они требуют переживаний и активных действий. В эфире программа страшно интересная десятка самых таинственных и зловещих мест виртуального мира. Старк и Аркадия. Две половинки Вселенной. Два мира-близнеца, существующих параллельно друг к другу. Старк – цивилизация, где главенствуют такие ценности, как знания, наука и порядок. Этакое торжество разума и технологий. Загадочная Аркадия – полный антипод. Технический прогресс обошел стороной это место. Но что же объединяло два этих совершенно непохожих друг на друга пространства? Дело в том, что Аркадия – это мир сном. С помощью специального прибора под названием «Дрема» человек в Старке погружался в сон и оказывался в параллельном пространстве, в загадочной Аркадии, становясь крупинкой параллельной истории, частью альтернативного бытия. Здесь можно было торговаться с купцами на средневековых улочках, гулять в цветущих садах, рассматривая пагоды, путешествовать на парусных кораблях, участвовать в повстанческом движении. Но все это – лишь сон. И хотя жизнь в Аркадии шла своим чередом, она была всего лишь обратной стороной старшего брата-двойника – Старка. Среди самых загадочных мест виртуального мира Аркадия занимает седьмое место. Есть мнение, что мысль, обладающая достаточной силой, может, трансформируясь изначально в космическую энергию, в дальнейшем материализоваться. Именно такие вещи стали происходить с известным писателем Алланом Вейком, автором нескольких нашумевших триллер. После загадочного исчезновения жены отчаявшийся Аллан принял решение переехать в тихий, спокойный городок Брайт-Фоллс, штат Вашингтон, чтобы не впасть в депрессию, собраться с мыслями и продолжить литературную деятельность. Таково же было его удивление, когда он осознал, что в этом месте из-под его пера выходят не только мысли, но и материальные их воплощения. Все его пугающие фантазии вдруг начали оживать. Провинциальный городишко превратился в обитель ужасов и кошмаров. Бедняга Аллан судорожно пытался нащупать тонкую грань между выдуманным и настоящим. Но все тщетно. Ее больше не было. Она стерлась. И убежать из этого милого Брайт-Фоллса уже не получалось. Все, что оставалось писателю, это вооружившись револьвером и ярким фонариком, повернуться лицом к опасности и дать ей достойный отход. Превратившийся в реальность мир ужасных фантазий Алана Вейка на шестом месте. В одном старинном доме где-то в Ирландии жило очень странное семейство. Глава семьи увлекался оккультизмом. Среди прочих родовых владений особняком стоял необычный остров с расставленными на нем камнями, на которых были нанесены неизвестные символы. Однажды один из сыновей прочел на этом острове заклинание из книги, взятой в отцовской библиотеке. И на семейство было наложено проклятие. Души его умерших членов теперь не хотели покидать стены родного дома, творя бесчинство и до полусмерти пугая обитателей. Леденящий страх, не отпускающий ни на минуту в особняке проклятого семейства Ван Дайн Клайва Баркера вытащил его на пятое место. В сердце города Нью-Йорк расположился центральный парк. Известный уголок, любимый многими. Место, где всегда можно было отдохнуть после тяжелого трудового дня. За 150 лет истории центральный парк нисколько не изменился. Но с самого своего рождения эта территория была окружена тайнами. Загадочные явления происходили здесь. Некоторые посетители бесследно исчезали. Смотрители парка сообщали о странном поведении птиц, наводнивших его. Центральный парк хранил свой секрет, который предстояло раскрыть. Поговаривали, что в здешних местах поселилось нечто, сбежавшее с того света. Иначе как объяснить все эти адские знаки вроде деревьев, мутантов или большого пруда, контуром напоминающим огромную собачью голову? И откуда появились питающиеся кровью отвратительные и мерзкие существа в катакомбах под парком? Разгадкой всех этих тайн занимался детектив Эдвард Карнби. Огнем и мечом, топором и огнетушителем старался он навести порядок в этих жутких аллеях, закоулках и тоннелях. Полный вопросов и скупой на ответы Центральный парк из Alone in the Dark находится на четвертом месте сегодняшнего списка самых таинственных мест виртуального мира. Какие уголки виртуального мира вошли в тройку самых загадочных мест вы узнаете после рекламы. Проклятые земли и заколдованные города Кровавые мятежи Массовые убийства и самоубийства В эфире программа Страшно интересная десятка самых таинственных и зловещих мест виртуального мира. Отель Ocean House При одном взгляде на это мрачное заброшенное строение по коже бежали мурашки. Внутри еще мрачнее. Посетителя ни на секунду не покидало ощущение, что на него смотрят сотни глаз. Тени, мрак, странный искрящийся дым, пугающие звуки. Нужно было очень постараться, чтобы не тронуться умом в этом негостеприимном отеле. И лишь немногие знали, что виной всему события многолетней давности. Однажды здесь произошло страшное преступление. Ревнивый муж жестоко расправился со своей женой и сыном, голову которого нашли в стиральной машине. После чего ревнивец покончил с собой. Но духи убиенных так и остались в жутком особняке, не давая покоя случайным посетителям. Ocean House обосновался на третьем месте нашего хит-парада. В 1946 году Эндрю Райан, могущественный промышленник, одержимый идеей создать идеальное общество, построил подводный город Восток. Рассчитанный на автономное существование, город полностью обеспечивал себя всем необходимым и был домом для нескольких тысяч лучших представителей человечества. Но однажды научное открытие привело к катастрофе. Были обнаружены стволовые клетки, позже названные Адом. Это вещество совершенствовало человека, давая ему сверхспособности. Но взамен Адам вызывал у принимавшего абсолютную зависимость и менял человека до неузнаваемости. Восторг сошел с ума. Началась гражданская война за обладание веществом. Лишь немногие люди остались нормальными. Они выжили, запершись в своих домах и лабораториях. Город населили сумасшедшие сплайсеры, а в его темных закоулках бродили маленькие девочки-сестрички, выкачивающие Адом из трупов. Их сопровождали телохранители, большие папочки, генетически модифицированные люди-громилы в водолазных костюмах. Они были готовы стереть в порошок любого, кто угрожал сестричкам или им самим. Сам же город пришел в запустение. Для поддержания систем жизнеобеспечения не осталось никого. Повсюду в залах через пробоины просачивалась океанская вода. Восторг был обречен на затопление. Сегодня эта виртуальная антиутопия пятидесятых из Биошок занимает почетное второе место нашего рейтинга. Прежде чем мы объявим победителя, давайте еще раз взглянем на те места, где минута пребывания означает в лучшем случае сумасшествие, в худшем верную гибель. На десятой строчке мир огненного хаоса Обливиум, вотчины князя разрушения, земли, находящиеся за чертой человеческой жизни. На орбите девятого места кружится космическое кольцо Галло, которое является торжеством планетостроения снаружи и смертельным оружием внутри. На восьмое место телепортировалась цитадель из Half-Life 2, которая является штаб-квартиры инопланетной расой Альянса на Земле. Седьмое место занимает Аркадия из Dreamfall The Longest Journey, мятежный мир-двойник благополучного царства Старк. Шестое место отдается городу Bright Falls из Аллен Вейк, который несчастный писатель превратил в место кровавой бойни с чудовищами, придуманными им же самим. Пятое место спрятано в страшном особняке из Тандайн Клайва Баркера, где покойные родственники не дают покоя своим живым потомкам. Четвертое место тайно охраняется жуткими загадками центрального парка города Нью-Йорк из Alone in the Dark. На третьем месте смертоносный отель Ocean House из Vampire замаскарает Bloodlines, неохотно раскрывающий свои секреты, но с удовольствием готовый раздавить вас лифтом. Второе место удерживает запущенный и мрачный взбесившийся подводный город с символичным названием Восторг из Биошок. А теперь взгляните на победителя сегодняшнего рейтинга и ужаснитесь по-настоящему. Silent Hill Лишь на первый взгляд это местечко выглядело тихим и скромным американским городком, куда приятно было приезжать отдыхать. На самом деле пустынный Silent Hill это параллельный потусторонний мир, полный глубочайшего и ужаснейшего трагизма. Окутанный вечным туманом и снегом городок воплощение самых затаенных страхов человека. Silent Hill многие десятилетия был местом страданий и гибели людей. Если на совести человека был какой-то страшный грех или он страдал психическим отклонением, все его фобии тут же материализовывались. Ужаснейшие монстры и палачи преследовали людей. Писатель Гэри Мэйсон здесь разыскивал среди жутких созданий свою без вести пропавшую семилетнюю дочь. Молодой вдовец Джеймс Сандерленд многократно видел, как здесь зверски убивали его жену. 17-летнюю девушку Хизер Вдруг ни с того ни с сего окутывала тьма, в которой прятались полчища чудовищ. Парень по имени Генри Таунхенд однажды оказался наглухо заперт в собственной квартире, выход из которой лежал только через ужасную дыру в стене банки. Эти и многие другие леденящие кровь особенности таил в себе Silent Hill фестиваль ужаса игра извращенного сознания людей. Сегодня это зловещее место на вершине хит-парада самых загадочных и мистических мест виртуального мира. Сегодня вы посетили 10 самых загадочных и коварных уголков компьютерной вселенной. Если у вас крепкие нервы и вы способны дожить до следующих выпусков, то скоро увидите, как смерть косит целые народы самыми страшными эпидемиями. Безжалостные колдуны творят бесчинство над городами и селами, а хладнокровные убийцы беспощадно отправляют на тот свет ни в чем не повинных жертв. Вы сможете перенести все эти виртуальные тяготы, только если хорошо подготовитесь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова